Сколько времен в английском языке? Если вы загуглите этот вопрос, то однозначного ответа вы не найдете. 3, 12, 6 или 24. Откуда этот разношерстный набор цифр? Ведь мы можем говорить о наших событиях, либо в настоящем, прошедшем, либо в будущем. Как мы можем говорить о событиях нашей жизни в 24 временах? Оставайся со мной и я расскажу вам все, что нужно знать о временах английского языка. А все очень просто. Английский язык в данном вопросе намного легче русского. В нашем языке у глагола есть лицо, число, время, наклонение, вид, рот, залог, спряжение. И его форма меняется с помощью окончаний, суффиксов и приставок. Только представьте себе, насколько сложно это выучить. А в английском же языке большинство этих признаков отсутствует. Но вот все нюансы разговорных ситуаций передаются через различные времена в английском. А такой разброс количества времен произошел от разных классификаций. 24 это времена с пассивным залогом, где действие выполняется над подлежащим. 16 времен это классические группы времен, плюс 4 времени будущего в прошедшем, сауд. Я придерживаюсь мнению о том, что все-таки времен как таковых в английском языке 12. Также просто есть отдельная тема пассивного залога и would. Это просто отдельные конструкции. И на самом деле, если брать глубиной 12 времен, то времен-то тоже как таковых только 3. Это present, past and future, о которых, собственно, мы сегодня и будем говорить. Но у каждого из этого времени есть свои подгруппы. Это perfect, совершенное время, simple, простое, continuous, продолжительное и perfect, continuous, такое, совершенное, продолжительное. В этом видео мы разберем с вами 3 времени с их разными оттенками. Когда, какое, в каких ситуациях должно использоваться. В основу я беру таблицу учебника Roundup 5, который когда-то мне лично, когда я училась в школе, готовилась к ЕГЭ, очень сильно помог разобраться во всех временах на всю жизнь. Мы начнем с настоящего времени. Let's get started. Present simple tense. Настоящее простое время. В общем и целом, времена группы simple составляют базу английского языка. Поэтому все репетиторы с вами начинают именно с present simple tense. На самом деле для разговорной речи достаточно хорошо знать только 5 английских времен. Пиши в комментариях, если хочешь, видео про них. И спойлер, все времена группы simple в этом списке. Поэтому, хочешь не хочешь, а present simple действительно нужно знать. Правила образования формы простого времени делятся на две группы. Это глагол to be и все остальные глаголы. Глагол to be это глагол связка. Он обозначает быть, являться, находиться. В настоящем времени на русский язык этот глагол часто не переводится. I am a teacher. Я учитель. She is pretty. Она хорошенькая. Она является хорошенькой. Мы так не говорим, но в английском обязательно должен стоять глагол после подлежащего. Я нахожусь в Санкт-Петербурге. Если у нас нет действия, мы используем глагол to be. И в настоящем времени глагол to be имеет три формы. Для I это am, для he, she, it. И все, что мы на них можем заменить. John, Betty, my friend, my dad, a dog, a table. То есть, грубо говоря, со всем единственным числом. Мы используем is. He is, she is, it is. Со they, you, we и со всем множественным числом мы используем are. И в чем же основной прикол глагола to be в present simple tense? Почему он отделяется от всех остальных глаголов? Он супер самостоятельный. Independent. Он сам по себе делает отрицание, задает вопросы. Ему не нужен вспомогательный глагол, как во всех остальных временах. Например, I am fat. Я пухленькая. I am not fat. Я не толстая вообще-то. Вопросы глагол to be ставятся на первое место. Am I fat? И запомните, если этот вопрос у вас спрашивает девушка, нужно очень быстро и уверенно ответить. No, you aren't. Это был краткий ответ с глаголом to be. Теперь посплетничаем. Все остальные глаголы, которые уже несут за собой непосредственное действие to swim, to read, to get и так далее, изменяются в present simple последующей конструкции. С I, you, we, they и все, что мы на них можем заменить, а именно это существительные во множественном числе children, parents, women, marry and die и так далее, используется глагол в первой форме. То есть подлежащая и просто глагол без частички to. Пример. I go, you go, we go, they go, children go, Mary and I go. В отрицаниях и вопросах у нас появляется вспомогательный глагол do. В английском языке много таких помогающих глаголов. Они нам помогают грамматически, но никак не переводятся на русский язык и в английском, собственно, тоже кроме грамматической нагрузки никакую другую за собой не несут. В отрицании вспомогательный глагол do превращается в don't, а в вопросах он встает на первое место. Do you go? I don't go to the gym three times a week. Я не хожу в зал три раза в неделю, но я очень стараюсь. How many times a week do you go to the gym? А сколько раз в неделю ты ходишь в зал? С he, she, it и все, что на них можно заменить a man, a woman, a table, то есть с единственным числом третьего лица мы прибавляем к смысловым глаголам окончания as, либо e, as, если глагол заканчивается на шипящие звуки или гласные. He goes, she watches, it flows, a boy runs. В отрицаниях и вопросах появляется вспомогательный глагол does. При этом как бы наша с ушла от глагола и перешла на вспомогательный глагол do. И у основного глагола окончание с пропадает. He doesn't go to the gym three times a week. Но он тоже не ходит в зал, поэтому давайте уже забьем на него. Does he go to the gym? Он ходит в спортзал. В кратких ответах, чтобы сказать да или нет на вопрос в present simple tense, мы также используем do или does только в утверждении или отрицании. Yes, he does. No, he doesn't. Yes, they do. No, they don't. И это основное, что нужно знать про образование этого времени. Как показывает моя многолетняя практика, это самое сложное по своей конструкции время для начинающих учить английский, и многие стопорятся на этой теме, либо всю жизнь делают ошибки и произносят с буквы S у глагола, где не надо, или наоборот ее опускают. Либо так и не могут понять, где нужен глагол to be, а где нет. Поэтому хочу вас обрадовать, это было самое мозговыносящее правило образования времени. Все остальные в 100 раз легче. Запомните present simple, и вы пройдете на следующий уровень. Когда же нам нужен present simple tense? Permanent situations and states. Когда мы говорим о каких-то постоянных действиях, ситуациях и состояниях. I own an online school. У меня есть, я владею на постоянной основе онлайн школой. Repeated and habitual actions. Повторяющиеся и привычные действия. I usually meet my friends every Friday, and we go to the bar together. Я обычно, это моя привычка, встречаюсь с друзьями каждую пятницу, это периодичность, и мы ходим в бар вместе. Facts and laws of nature. Факты и законы природы. Money doesn't buy happiness. За деньги счастья не купишь. But you can buy trips around the world and English lessons with me. So, who knows. Но это факт, с которым мы не будем спорить. Water freezes at zero degrees Celsius. Вода замерзает при нуле градусов. Это закон природы. Reviews and narrative stories. Это отзывы и различные повествовательные рассказы. Джонни Депп превосходно играет в своем последнем фильме. Это был отзыв. И, например, если вы начнете описывать этот фильм, вы тоже можете использовать present simple tense. Индикаторы времени present simple. Их называют time markers. Присутствие этих слов в предложении даст вам понять, что вам нужен present simple tense. Every day, every week, every month, every year. Каждый день, неделю, месяц, год. Usually, обычно. Often, часто, always, всегда. Seldom, либо rarely. Это редко. Hardly ever. Почти никогда. Never. Никогда. Sometimes. Иногда. Once or twice a week. Один или два раза в неделю. Three times a week. Три раза в неделю. То есть, мы можем легко понять, что индикаторы времени present simple tense отвечают на вопрос How often? Как часто ты делаешь это действие? Второе настоящее время, которое тоже очень популярно, это present continuous tense. Настоящее продолжительное время. Образуется с помощью глагола to be, am, is, are и глагола с инговым окончанием. Doing. В этом времени глагол to be, am, is, are не несет за собой никакой смысловой нагрузки. Он не переводится как быть, являться, находиться, а играет роль того самого вспомогательного глагола, который просто образует грамматическую конструкцию и вместе с ним мы делаем отрицание и вопросы. I am shooting a video right now. Я прямо сейчас снимаю видео. I am not eating. Я не ем. What are you doing right now? А что ты делаешь прямо сейчас? И в кратких ответах здесь также используется вспомогательный глагол, то есть глагол to be. Are you watching a video? Ты смотришь видео? И судя по этим предложениям, вы можете легко догадаться о первом оттенке в речи. Я делаю что-то прямо сейчас. И на самом деле в русском языке у нас тоже есть ситуация, когда мы используем так называемый present continuous. С глаголом ходить, например, у нас есть ситуация. Я хожу. Я хожу обычно. Это I go. И я иду прямо сейчас. Это I'm going. Второе значение это temporary situations. Временные ситуации. My father works as an engineer, but currently he is not working. He is looking for a new job. Обычно мой отец работает инженером, но сейчас он не работает. Это временный период, ведь он ищет работу, он уже в процессе. Но вот то, что он не работает, это временная ситуация. Always. В большинстве случаев это маркер present simple tense. Да, всегда. Как часто ты что-то делаешь. Но в тех ситуациях, когда действие происходит настолько часто, что оно нас аж бесит, и мы хотим придать нашему высказыванию эмоциональный оттенок, мы используем present continuous tense. Ты постоянно меня перебиваешь. Это невежливо и раздражает. И еще одно значение это changing and developing situations. События, которые находятся в развитии и как-то изменяются на данный момент. Здесь нам может прийти на помощь список глаголов, которые сами по себе означают изменения. Соответственно, могут помочь нам поставить их в нужное время. Change. Изменяться. The world is changing. Get. В значении становиться. Your English is getting better. Твой английский улучшается. Rise. Подниматься. Prices are rising. Цены поднимаются. Слова-помощники, которые помогут нам определить, что именно present continuous нам необходим в этом предложении. Now. Сейчас. At the moment. В данный момент. Currently. Сейчас. At present. Nowadays. Обе фразы обозначают тоже в наши дни сейчас. Today. Tonight. Сегодня вечером. Listen. Послушай. Look. Посмотри. Present perfectly. Tense. Настоящее совершенное время. Это то самое время, которое начинает взрывать мозг русскоговорящему, русскодумающему мозгу. А дело все в том, что обычно на русский язык это время переводится как прошедшее. I've lost my key. Я потерял ключи. Что сделал? Но время все же в английском языке считается настоящим и относится к результату, который мы имеем сейчас. I can't open my door. Я не могу сейчас открыть эту долбанную дверь. Because I lost my key. Потому что я потерял ключи и у меня их нет. Вот он мой результат. Образуется конструкция с помощью вспомогательного глагола have или has для третьего лица has, для всех остальных have. То есть he, she, it, has и все, что мы на них можем заменить, тоже используется с has. И затем мы ставим смысловой глагол в третьей форме, которая называется past participle. Это та самая третья колонка неправильных глаголов, которые нужно выучить. Либо если глагол правильный, мы просто добавляем к нему окончание ed. А вот все изменения, вопрос либо отрицание происходят с глаголом have или has. They haven't come yet. Они еще не пришли. Мы добавляем отрицательную частичку not. Она уже вымыла, убралась в своей комнате. А have и has в вопросе ставятся перед подлежащим на первое место. Present perfect используется с только что свершившимися действиями. Мы где-то очень рядом с нынешним моментом доделали это дело. Это одно из первых его значений. The train has just left. Поезд вот только что уехал. Я вот сейчас стою на платформе со своим багажом, поезд уже уехал и не знаю, что мне делать. Действие произошло в прошлом в неуказанное время. А для того, кому о нем говорят, это какая-то новая информация. Например, обычно в новостях все рассказывают в present perfect. Пример министр сломал свою ногу. Также это действие используется о personal experience, о каком-то личном опыте, который у нас произошел за всю нашу жизнь. Я посетила 12 стран за всю мою жизнь. В present perfect очень часто акцент ставится именно на количество сделанного. Это как бы наш результат на сегодняшний момент. Я выпила три кружки кофе этим утром. Утро еще не закончилось, а я уже просто набухалась этим кофе. Поэтому я такая вся взбудораженная. Time expressions. Те самые индикаторы времени, которые используются со временем present perfect. Already. Уже. Это слово используется обычно в утверждениях. Just. Только что. Yet. Все еще, либо, уже. С вопросами и отрицаниями. Recently. Недавно. Always. Всегда. Never. Никогда. Ever. Когда. Либо. Present perfect continuous. Настоящее совершенное продолжительное время. Это время гибрид между present perfect и present continuous. Поэтому образуется оно с помощью вспомогательного глагола have или has, плюс глагол to be в третьей форме. Been. Это такая же схема, как present perfect. Но потом к нему добавляется смысловой глагол, который несет за собой сам перевод с инговым окончанием. I've been waiting for you for three hours. Я прождал тебя три часа. Отрицание и вопросы составляются с помощью вспомогательного глагола have или has. I haven't been waiting long. Я недолго тебя ждал. Have you been waiting long? Ты долго меня ждал. О чем же нам говорит действие в этом времени гибриде? Так же, как и в present perfect, это действие началось в прошлом. Но оно было длительное, как в continuous, present continuous. И на сегодняшний момент, либо оно еще продолжается, и мы хотим подчеркнуть, что оно какое-то время шло, это действие. Либо оно уже закончилось, и мы подчеркиваем, что оно было длительным. Не пугайтесь раньше времени, возможно, звучит очень сложно. Давайте посмотрим на примерах. Это всегда проще всего запоминать в контексте. I've been waiting for you for two hours. Я два часа назад сюда пришла. И целых два часа до момента сейчас, и я тебя, сволочь, такая ждала, и ты вот только сейчас соизвоил появиться. Здесь мы подчеркиваем длительность нашего ожидания. Как правило, действие в present perfect continuous tense имеет видимый результат здесь и сейчас. Why are you out of breath? Почему ты задыхаешься? You are out of breath. Это наш видимый результат. I have been running. Я бегал. Я какое-то продолжительное время до момента сейчас бегал, поэтому сейчас я задыхаюсь. Привет, дорогой! А где ты был? Бегал. И напоследок, главное отличие в present perfect от present perfect continuous в том, что present perfect делает ударение на количество, а present perfect continuous на длительность действия. That's duration of our action. Важно то, что мы это делали какое-то время, а не то, сколько всего мы успели сделать. Например, I have been reading this book for three weeks, and I have read 30 pages. Я читал эту книгу три недели. Здесь у нас present perfect continuous. Важно здесь, что это было три недели. А I have read 30 pages. Я прочитал 30 страниц. Здесь у нас уже важен результат в количестве. Индикаторы времени present perfect continuous. Это вопрос how long, как долго, for на протяжении какого-то времени. Например, for three weeks, и since, с каких-то пор. Since my childhood. Та-дам! И мы переходим к прошедшему времени в английском языке. И начнем мы с самого простого past simple tense. Простое прошедшее время. И точно так же, как его собрат настоящего времени, past simple делится на две группы по правилам образования. Это глагол to be и все остальные глаголы. To be в past simple tense имеет всего лишь две формы. Это was, которая, как мне кажется, легче запомнить, что оно используется с единственным числом. Но на самом деле это I, he, she, it. Все, что мы на них можем заменить. А вот were используется со множественным числом, включая you в значении ты. I was so happy yesterday. Я вчера была очень счастлива. I wasn't happy yesterday. Ну, я вчера была не очень счастлива. Was I happy yesterday? А я была вчера счастлива. Такой философский вопрос к самой себе. И множественное число. They were at the party on Friday. Они были на вечеринке в пятницу. Все остальные глаголы в past simple tense изменяются следующим образом. Если глагол правильный, то к нему добавляется окончание –ed. А неправильные глаголы меняются согласно их второй форме из таблицы неправильных глаголов. Это вторая колонка. Для того, чтобы сделать отрицание и вопросы, у нас появляется вспомогательный глагол did. При этом форма смыслового глагола откатывается к первоначальным настройкам. Kate didn't walk in the park last night. На мой взгляд, конструкция past simple очень простая, но намного легче present simple tense. Тут самая главная загвоздка – это выучить неправильные глаголы. Если хотите видео на тему того, как легче выучить неправильные глаголы, пишите в комментариях. И когда же мы используем это простое прошедшее время? Для описания последовательности действий, когда говорим о событиях, которые произошли один за другим. Например, Действия, которые произошли в определенное время в прошлом. У нас это время указано. Также, если действие не указано, но оно точно относится к далекому прошлому. Например, мы говорим о средневековье, то мы точно используем past simple tense. Шекспир написал много книг. Его уже нет в живых, новые книги он написать не может. Мы знаем тот факт, что это событие, о том, что он писал эти книги, было давно. Индикаторы времени past simple tense. Как правило, это именно конкретные даты в прошлом. Второе прошедшее время это Простое продолжительное время. Образуется с помощью глагола to be в прошедшей форме, was или were. Was используется с I, he, she, it. И were со всем множественным числом, включая you. You, were, they, children, toys, books, and so on. И смыслового глагола с окончанием ing. Я играл в теннис в пять часов вчера. They were having lunch from 5 p.m. till 6 p.m. yesterday. Во временах группы continuous глагол to be вспомогательный никак не переводится, напоминаю, но помогает нам делать отрицания и вопросы, а также краткие ответы. I wasn't playing tennis at 5 o'clock yesterday. Was I playing tennis at 5 o'clock yesterday? Никак не могу запомнить, что я делала вчера. No, I wasn't. Нет, я этого не делала. They weren't having lunch from 5 p.m. till 6 p.m. yesterday. Were they having lunch from 5 p.m. till 6 p.m. yesterday? Yes, they were. And we use it about the actions in the middle of happening at a stated past time. Мы используем это время о действиях в процессе, которым мы находимся в определенное время в прошлом. То есть, вот в 5 часов вечера, вчера, я была в процессе игры в теннис. I was playing tennis at 5 o'clock yesterday. Это не было такое разовое действие. Поиграла в теннис и все. А я была в процессе. Также часто past continuous используется в паре с past simple, когда одно действие в процессе, а вот другое, наоборот, было прервано коротким действием. Это короткое действие будет в past simple. Например, I was taking a shower when the doorbell rang. Я принимала душ, когда раздался дверной звонок. Дурацкая ситуация, просто, как всегда, пришел курьер, а я моюсь, приходится выходить, в полотенце его встречать, мокрый. Это замечательное время нам также помогает описать simultaneous actions, одновременно происходящее действие. He was watching YouTube while I was cooking. Он смотрел YouTube, пока я готовила. Ну, как всегда, я что-то делаю, а он отдыхает. Если мы рассказываем какую-либо историю, то иногда нам нужно описать так называемые background events, то есть описать, что происходило параллельно основным событиям. И тут мы тоже будем использовать past continuous. The sun was shining, the birds were singing, солнце светило, птички пели. И слова-помощники в past continuous. Это while, пока, when, когда, да, вот на контрасте с past simple используется именно when, и from 3pm to 5pm, или какое-либо другое точное время. Past perfect tense, прошедшее совершенное время, образуется с помощью вспомогательного глагола had и смыслового глагола с окончанием ed, если глагол правильный, и в третьей форме для неправильных глаголов. I had read, we had waited. Обратите внимание на то, что наш смысловой глагол иногда бывает have, иметь. И тогда мы повторяем слово два раза. Had, had. Потому что первое, had, это был вспомогательный глагол, который помогает сделать грамматическую форму, а второй смысловой. Например, I had had breakfast when he invited me to have breakfast together. Я уже позавтракал, когда он пригласил меня позавтракать вместе. Отрицание вопроса образуется с помощью had. Да, это наше рулевое звено, так скажем. I hadn't read, я не прочел. Had you read, ты прочел? Yes, I had, да, я прочел. No, I hadn't, нет, я не прочел в кратких ответах. Когда же используется past perfect? Past action which occurred before another action or before a stated past time. Действие произошло в прошлом, но до какого-то другого, относительно другого времени в прошлом. Либо до какого-то указанного времени в прошлом. Обычно это передается через предлог by, к какому-то времени. Сейчас, например, их будет легче понять. They had eaten my pizza by the time I came back home. Что мы здесь видим? Вот это I came back home, это past simple, это наша точка в прошедшем времени. Я пришел домой. Но до того, как я пришел домой, они уже съели, сволочь, гады, всю мою пиццу. А я пришла с работы, уставшая, и я о ней просто мечтала весь день. Какое действие произошло раньше? Они съели пиццу раньше, чем я пришел. Поэтому это действие стоит в past perfect. Complete past actions that have visible results in the past. Завершенные действия в прошлом, которые имеют какой-то, видимо, результат. Также в прошлом. Здесь мы как будто бы просто перенесли значение present perfect на прошедшее время. Действия, которые не относятся к моменту сейчас, они уже относятся к прошедшему. Например, she was sad. Она была грустная в прошлом. Because she had had an argument with her boyfriend. Потому что она поругалась со своим парнем. И как результат, она грустная, и они разругались, все, финит, а-ля комедия. David couldn't find his key. He had lost it. Возвращаясь к ключам. Он не мог найти ключи вчера, потому что он их потерял. Результат к тому моменту. Индикаторы past perfect примерно такие же, как и у present perfect, already, yet, just, since, for, но к нему добавляется еще предлог by, к какому-то времени. Past perfect continuous – прошедшее, совершенное, продолжительное время. Выглядит оно так. Had been – глагол с инглом окончанием. Земля была мокрая вчера, шел дождь. В отрицании все изменения происходят с глаголом had. The ground was dry yesterday, it hadn't been raining. Земля не была ни мокрая, сухая, дождя не было. И вопрос. The ground was wet yesterday. Had it been raining? Земля вчера была влажная? Что, шел дождь? Action continuing over a period up to a specific time in the past. Действие, которое продолжается определенный период времени до какого-то момента в прошлом. She had been working as a waitress. Она работала, продолжительное действие, for 10 years – это определенный промежуток времени before she became a famous actress. До того, как она стала знаменитой актрисой. Это тот самый момент в прошлом, до которого продолжалось действие past perfect continuous. Past action of certain duration which had visible results in the past. Прошедшее действие, определенные продолжительности с видимыми результатами в прошлом. И здесь мы снова видим такой переход времени present perfect continuous на прошедшее время. И просто переведем наш пример про бегать в прошедшее время. Kevin was out of breath. He had been running. Помним пример? I'm out of breath. Я задыхаюсь. I have been running. Я бегал до момента сейчас. Kevin was out of breath. Он задыхался, но уже в прошлом. Вчера, например. He had been running. Он до того, как начать задыхаться, продолжительное время бегал. Time markers. Какие слова нам показывают, что нам нужен past perfect continuous? Это for на протяжении какого-то времени. Или since. С каких-то пор. И последняя группа – это будущие времена. Мы будем рассматривать их в основном парами и сравнивать между собой. И первая такая контрастная парочка – это future simple tense и конструкция I'm going to do something. Что круто в future simple, здесь нет никакой разницы между глаголом to be и всех остальных глаголов. Мы говорим также will be в future simple tense. I will open the door, либо краткая форма I'll open the door. I will not open the door, либо сокращение у него есть такое won't. Читается как, ну, немножко специфично, да, по-другому. I won't open the door. Will you open the door? Откроешь дверь. И образование конструкции to be going to do something. Собираться что-то сделать. Все грамматические изменения здесь происходят с глаголом to be. Так же, как в времени present continuous. She is going to buy a new car. Она собирается купить новую машину. She isn't going to buy a new car. Она не собирается покупать новую машину. Is she going to buy a new car? Она собирается ли она купить новую машину? Особенность этой конструкции в том, и вообще ее отличие от present continuous в том, что после going идет как раз-таки смысловой глагол «что сделать». Но он здесь как инфинитив. Я собираюсь купить. Future simple tense will используется about on-the-spot decisions – решения, принятые в момент речи. Например, вы сидите в кафе и говорите официанту. I'll have a sandwich. Я буду сэндвич. А вот конструкция to be going to do something используется about our planned actions and intentions – о наших запланированных действиях и намерениях. I am on my way to the shop. Я сейчас иду в магазин. I am so hungry. Я такая голодная. I am going to buy a сэндвич in the shop. И я решила, что я куплю себе сэндвич. Я вообще специально вышла в магазин, чтобы его купить. Will обычно используется в ситуациях, когда мы не уверены в том, что действие произойдет на сто процентов. Мы просто предполагаем. И в этих предложениях чаще всего есть такие фразы, как I think – я думаю. I am afraid – я боюсь. Probably – возможно. I am sure – либо I am not sure – я уверен, либо не уверен. Рассмотрим примеры. I'll probably be home late this evening. Я, возможно, буду дома поздно этим вечером. Ну, я не уверена сто процентов. Вероятно – probably. I don't think the exam will be very difficult. Я не думаю, что экзамен будет сложным. Именно так я сказала, прежде чем пойти на экзамен по истории, который я впервые в жизни провалила. И здесь снова конструкция to be going to do something имеет противоположное значение. Если мы используем ее, то мы уверены, что действие произойдет, потому что у нас есть evidence, доказательство. Доказательство, что определенно это действие произойдет в будущем. Например, it is cloudy, облачно. It is going to rain. Ну, будет дождь. Или мы видим, что полка вот-вот отвалится. Прям вот мы видим, что там гвоздь отходит. И мы говорим, что the shelf is going to fall down. Индикаторы всех, в принципе, будущих времен одинаковые. Это tomorrow – завтра, next week – на следующей неделе, next month – в следующем месяце, next year – в следующем году, in two weeks – через две недели. In со временем обозначает через. Future continuous tense – будущее, продолжительное время. Время используется about actions in progress at a stated future time. Действия в процессе в определенное время в будущем. Mary will be sunbathing in Turkey this time next month. Mary будет загорать в это время в следующем месяце в Турции. Все сейчас ей дружно позавидовали. На самом деле время present continuous tense используется не суперчасто. Но вот present continuous – его собрат, настоящее, продолжительное время – очень часто используется в значении будущего. В английском языке это так и называется – present tense is for future. И на самом деле такой феномен использования настоящего времени о будущем есть и в нашем русском языке. Например, я встречаюсь с друзьями в пятницу вечером. Я что делаю? Встречаюсь как бы сейчас. Но мы подразумеваем что? Будущее – в будущую пятницу. И точно так же в английском языке мы используем present continuous – about fixed arrangements in the near future. О запланированных встречах, мероприятиях и так далее в нашем ближайшем будущем. И, как правило, в эти действия вовлечены другие люди. Мы с кем-то договорились о том, что это произойдет. Sally is seeing her dentist this week. Sally идет к дантисту на этой неделе. И также в значении будущего времени используется present simple tense – простое настоящее время. Но это время уже используется о timetables, schedules, programs – расписаниях и программах. То есть не о нас, не о наших планах, а о чем-то стороннем. Например, the train leaves at 7 o'clock tomorrow. Поезд уходит завтра в 7 часов. Это его расписание. Заметьте, что я перевела уходит. Что делает? Не уйдет, а уходит. Мы тоже в русском языке используем это время. И хороший наглядный пример всех будущих времен, которые мы только что обсудили. Парень такой в моменте, on the spot, спрашивает девушку, для нее это неожиданно. Will you marry me? Ты выйдешь за меня? Для нее это спонтанный вопрос. Мы использовали future simple tense. And she said yes, она согласилась. And they are going to get married this summer. Они собираются пожениться этим летом. Это намерение. Да, они просто решили, все, договорились летом, поженимся. They are getting married in August. Они женятся в августе. Это предложение уже значит, что все запланировано, приглашения разосланы, дата назначена. The wedding takes place on Friday. Свадьба будет в пятницу. Здесь у нас расписание, мы использовали present simple for future. And this time in August, they will be sunbathing in Hawaii on their honeymoon. И в это время, в августе, они будут загорать на Гавайях в их медовый месяц. Future continuous tense. И последние два времени наберите сил. Это future perfect tense. Будущее совершенное. Actions which will be finished before a stated future time. Действия будут закончены до определенного момента в будущем. Основной индикатор времени здесь снова предлог by, но уже относительно предложения о будущем. The film will have already started by the time we get to the cinema. Фильм уже начнется к тому времени, когда мы придем в кинотеатр. I will have finished this project by Friday. Да я закончу этот проект к пятнице. Future perfect continuous tense. Будущее продолжительное время. Показывает duration of an action up to a certain time in the future. Продолжительность действия до определенного времени в будущем. By the end of this year, she will have been working in this company for two years. К концу этого года она проработает в этой компании два года. Поэтому у меня все. Вы большие молодцы, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайк, колокольчик. Это все очень помогает молодому каналу развиваться. Подписывайтесь на меня, если вы еще не подписаны. И если вы хотите разобраться в английской грамматике, сделать упражнения на усвоение времен английского языка, освоить базовые английские для бытового общения и путешествий, то записывайтесь на мой марафон «Английские для начинающих». Все подробности по ссылке в описании. Ну и, конечно же, я всех жду на индивидуальные занятия. Также приходите на мой сайт и записывайтесь. See you! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!